Всем огромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня по старой доброй традиции, мое любимое видео, это пустые баночки. Та-та-та-та-та-та, все похлопали. Я на самом деле поняла, что я есть, я нет, у меня почему-то все равно генерируются в огромном количестве эти пустые банки. Я не знаю, как, почему, как я это делаю, но так или иначе, и самое частое видео на моем канале, самое любимое моё видео, и видео, для которого всегда найдется материал, это, конечно же, пустые баночки. Поэтому давайте мы не будем долго разглагольствовать. Я знаю, что вы любите пустые баночки так же, как и я люблю их снимать и выкидывать, поэтому всем желаю приятного просмотра. Сегодня у меня такой приличный прям пакетик. Не знаю, правда, не знаю, меня не было месяц дома, как они образовались, я не знаю. Ну, начнем. Первое, что у меня закончилось, это лосьон с дрожжами из серы, марки Evisent. Это аптечная марка. Относительно недавно писала о них пост, то есть где-то в ленте Инстаграма его можно найти. Обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм, если вы до сих пор этого не сделали. Там вас ждут прекрасные, интересные, познавательные посты Шри-Ланки, а также посты о косметике и все о моей жизни в большем таком интересном формате, поэтому подписываемся. Так вот, писала недавно, что это крутой лосьон, мне безумно понравился. У него был очень приятный запах чая, зеленого чая, такой свеженький. Очень было приятно им пользоваться. Он действительно очень благотворно влиял на кожу, то есть кожа очищалась. То есть и рельеф становился ровнее, и черных точек становилось меньше. Именно проблемы так таковой акне у меня нет. У меня есть проблемы черных точек при сухой раздражительной коже и купероз. Это все мои проблемы на коже, в общем. И, конечно, мне нравилось, как это средство действует на мою кожу. Оно относительно недорогое, при этом хорошо работает, очень приятно им пользоваться, поэтому советую. Следующее средство в такой неприглядной упаковке. Потому что сейчас они стали продавать вот с такими просто бирочками, которые очень сильно портятся от воды. Это масляный крем. У них он продается на развес. И раньше у них были приличные упаковки, которые от воды не портились именно на клеечке. И можно было что-то разобрать, и было информативно это показывать в пустых банках. Сейчас, к сожалению, тут ничего, как бы, собственно, ни показать, ни распознать. Крутой крем. Крем очень мне нравился раньше, я им пользовалась очень часто. А сейчас я взяла просто потому, что это был практически, наверное, единственный вариант, который пришел мне в голову, когда я собиралась отдыхать на Шри-Ланку. Крутой крем. Действительно, очень хорошо работает. Увлажняет кожу. Очень хорошо работает после загара, потому что он на маслах. В нем содержится большое количество масел. Он очень приятно пахнет. Прям вот пахнет так ванилью и зефиром. Потрясающий запах, ненавязчивый. То есть в жарком климате вы не задохнетесь от этого запаха. Он очень приятный, очень нежный. Самое главное. И хорошо ухаживает за кожей, за сухой кожей, за раздраженной кожей. И зимой подойдет. И круто именно после загара использовать после моря. Закончила я наконец-таки, но я думаю, что на следующее лето я опять себе возьму. Это Бутиданс гель от Миксит. Обожаю эту марку. Очень люблю пользоваться их новинками, потому что у них очень много крутых и прям вот таких продуктов, которых ни в одной другой марке нет. И это как раз-таки относится именно к таким продуктам, потому что они позиционируют этот Бутиданс гель как лифтинг гель для области бедер и ягодиц. Извините, меня зовут Дикцы. И с кофеином и экстрактами водорослей. Здесь 150 миллилитров хватает ровно на сезон. У меня даже чуть-чуть осталось. Я в итоге взяла с собой в маленькой упаковочке на Шри-Ланку это средство. Потрясающий гель, который очень круто работает. И он хорошо работает именно как декоративное средство. То есть он ухаживает за кожей, он ее увлажняет. Он хорошо работает именно на выход. То есть кожу он делает более приятного оттенка, выравнивает тон кожи. Визуально он подтягивает кожу ног, кожу бедер и смотрится очень круто на выход. Я использовала именно как уходовое средство после вечернего душа летом и куда-то на выход. Я использовала это средство, когда у меня ножки открыты. То есть если допустим я одевала платье, я прям с утра после душа так же наносила это средство. Прекрасно работает, не пачкает одежду. При этом ваши ножки просто очень круто выглядят. Это актуально как раз таки для нашего климата, когда у нас собственно начинается неожиданно лето. Идет оно два дня и ты такой синенький со своими синенькими лапками. И ты не знаешь как их чем замаскировать, чтобы они прилично выглядели в платье. И как раз таки вот эта штука очень сильно помогает, советую. Также у меня закончился мой любимый консилер от Estee Lauder. Это BB Highlighter от Estee Lauder. У меня он был в первом оттенке, 1C Light. Холодный по тону этого консилера. Здесь он обычный с кисточкой. Очень удобная упаковка. Мне он очень нравится, что он экономичный. Я им пользуюсь практически год одной упаковкой. Он потрясающе работает, закрывает все синячки под глазами, подсвечивает область вокруг глаз. Он ее абсолютно не сушит, как будто даже разглаживает, увлажняет эту область. Безумно мне нравится. И я уже себе в поездку покупала новый консилер. Очень люблю именно вот этот. Повторяю. И на самом деле у меня, да, консилеров, которые я повторяла, ну, наверное, вот это второй. До этого у меня была прям любовь-любовь Шесейда. Но вот как раз Шесейда я сменила на этот. Этот мне нравится еще больше, потому что он более стойкий. Он прекрасно держится на жаре. Кто меня смотрит в Инстаграм, опять-таки, уже видели мою масочку. Маска с летучей мышью. Достаточно забавно. Вот смотрите, я прикреплю фотографию. Прикольная маска. Она очень хорошо так увлажняет кожу. Она выравнивает цвет лица. Ее, мне кажется, круто будет использовать перед каким-то ответственным событием. Потому что кожа прям такая очень увлажненная. И ровный цвет сияющей лица. Прикольная маска. Можно попугать своего молодого человека. Если у него хорошее чувство юмора, мой назвал меня Бэтмен. Вот, собственно. Прикольная маска. Очень мне понравилась. Мое разочарование. Это крем от Vitex. Супер питание. С органным миндалем. Дневной крем. С, заметьте, ценнейшими маслами для лица и кожи вокруг глаз. В общем, такой мультифункциональный крем. Недорогой от марки Vitex. И, честно говоря, сначала я расстроилась, что у них упаковка такая пластиковая. Прям совсем-совсем она смотрится при ближайшем рассмотрении душманские. Здесь нет именно вот такой перепонки. Между крышкой крема и самим кремом. Крем пахнет приятно, текстура приятная, впитывается хорошо. То есть он такой обычный классический белый. Достаточно легкой текстуры. Но мне не понравилось, что на зиму мне, конечно, был слабоват. Мне для моей сухой кожи обезвоженной, чувствительной, он, к сожалению, был как мертвому припарку. Абсолютно мне не помогало. У меня лицо с ним шелушилось. И приходилось использовать на ночь масла. И хоть как-то спасаться. То есть я, конечно, использовала всю упаковку. Но больше я повторять не буду. И на зиму я не советую. Закончились у меня два сухих шампуня от марки Вилори. Продается эта марка, по-моему, в Улыбке Радуги эксклюзивно. Это два сухих шампуня. Один для чувствительной кожи головы, второй для тонких волос, для объема. Собственно, вот этот вот, несмотря на то, что он для чувствительной кожи головы, у него очень едкий запах. И очень тяжело, когда вы его распыляете, он как будто бы оседает в горле. Вы начинаете закашливаться. То есть вот такой вот прям едкий. За счет какого-то такого свежего именно запаха. Мне не понравился запах вот этот. Здесь, конечно, запах поприятнее. Он такой более, такой девичий, сладкий, какой-то косметический. В целом оба шампуня неплохие. Я не сказала бы, что это идеальные шампуни, но они там по акции стоят 150 рублей. За хороший объем, 200 миллилитров, используются долго, то есть прям надолго их хватает. При этом хорошо, так добротно очищают кожу головы. То есть, как сказать, если вы хотите бюджетный вариант сухого шампуня, и вы не притязательны, то есть вы его там используете раз в месяц в какой-то критической ситуации, берите. Вообще, как резервный вариант, классно. Но, конечно, больше мне нравится мой любимый Дафф, тот же самый Профс, он работает лучше. То есть, этот за свои деньги неплох, но если вы вот прям на постоянной основе используете сухие шампуни, то я вам советую выбрать какой-то более удобованиемый вариант. То есть, этот неплох, просто именно как такой стоит и стоит, в самой там критичной ситуации он вам жизнь спасет. Но лучше все-таки покупать какой-то более дорогой вариант, там тот же мой любимый Дафф. Далее у меня закончилась моя любимая маска от Таи. Обожаю эту маску, она мне, так скажем, очень сильно помогла в отпуске. Я брала как раз-таки эту маску, просто я переспала в маленькую упаковку. Очень приятная маска, достаточно средней консистенции, пахнет потрясающими фруктами. Очень приятная маска, легко распределяется по волосам. Мне ее хватило надолго, то есть, она у меня появилась, по-моему, летом. Как раз-таки в начале лета я использовала, ну, вот, фактически полгода. Крутая маска, мне она безумно понравилась. Она очень правильно работает с длиной, с кончиками. Волосы она не утяжеляет, при этом они становятся такие, как единое полотно. Очень плотные, очень гладкие, она как будто добавляет густоты. Потрясающая маска. Очень советую девчонкам именно с окрашенными волосами, у кого сухие такие кончики, которые нуждаются в интенсивном уходе. Маску очень советую. Классная маска, это линейка с кератином и с маслами. Здесь содержится масло органы. Потрясающая маска, большой объем 300 миллилитров. Безумно советую от всей души. Также в отпуск брала с собой виноградную воду от Кадали. Вместо тоника, как освежающую какую-то водичку. Это, по сути, как виноградная вода. Принцип использования, как у термальной воды. Здесь такой... Как сказать, тут остатки какие-то есть. Нормальный такой, очень неплохой дозатор, распылитель. У меня был небольшой объем, 75 миллилитров. Удобно брать с собой в поездку. Мне не очень нравится цена ее. Я считаю, что все-таки завышена. Но я брала по какой-то скидке 400 рублей. Ну, ладно, хорошо, простим. Это Кадали. Это не самая бюджетная марка. В принципе, вода приятная. Именно в отпуск куда-то или на лето взять. Да, классная, прикольная. Но, конечно, лучше брать по скидке. Также в поездку брала патчи. Патчи от марки, которая продается в Ревгоши. Лектион или как-то так. У меня они были с имбирем. Патчи от темных кругов под глазами для уменьшения морщин. Тут борются они со всем. И отек классно, удобно использовать именно в салоне самолета. Потому что они именно гидрогелевые. У меня была какая-то огромная проблема. Я бегала всю галерею у нас в Питере. И нигде не было патчей. Вообще никаких не было патчей. Мексид все раскупили. В Альдебате все раскупили. В Ревгоши все разобрали. И в Литуале. То есть, господи, люди, зачем им столько патчей? И, в общем, единственный вариант, который я нашла, это в Ревгоши. Это были вот именно эти патчи. И, честно говоря, я не сказала бы, что я горю желанием. Что я их хочу повторять. Потому что, в принципе, да, они прикольные. Они даже, если их не класть в холодильник, за счет вот как раз таких имбиря, они очень хорошо освежают область под глазами. Они удобно их использовать в самолете. Потому что нет никакого рассола, никакой воды, вот этого всего. Вы спокойно достали их, отклеили, приклеили под глаза. Очень удобные в использовании. Приятные. Если нет никакого аналога, то, в принципе, возьмите. Но так, наверное, я думаю, что лучше взять какие-то корейские патчи. Потому что какого-то там суперэффекта я от них не заметила. И последнее на сегодня, о чем я расскажу, это Левран. Это мой гель для депиляции. Хочу сразу отметить, что гель этот очень необычный. Необычно используем. То есть это, по сути, такое гидрофильное масло только для бритья. То есть вы это наносите. При добавлении воды это превращается в молочко. И очень хорошо увлажняет вашу кожу и предохраняет от раздражения. Мне понравилась процедура избавления от волос именно с этим средством. Потому что он очень приятно пахнет апельсинками. Очень такой натуральный запах. Здесь большой объем 200 мл. Мне хватило надолго. И оно работает. Действительно потрясающе увлажняет кожу. Очень хорошо работает после проведения процедуры. То есть у меня очень сухая раздражительная кожа. И, конечно, мне это средство помогало. Очень хорошо увлажняло и питало кожу. И никакого раздражения, когда я использовала именно этот гель для депиляции, у меня не было. Поэтому очень-очень советую девчонкам, кто мучается с точно такой же проблемой, как и я. И это все мои пустые баночки на сегодня. Если вы что-то из этих продуктов пробовали, напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение об этих продуктах. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новостей. Также в связи с последними изменениями на YouTube будет эффективнее, если у вас будет стоять колокольчик на моем канале, чтобы вы точно не пропускали видео. И я вообще, на самом деле, запуталась с новой системой, которая существует на YouTube. Я не совсем понимаю, как видео к вам попадают. У меня вообще такое чувство, что мое видео никому не попадает. Обязательно напишите, сразу ли вы видите мои видео, или что вы знаете по этому вопросу, как вы можете мне помочь. Буду очень признательна, благодарна, любить буду до гроба. И все, всех своих подписчиков люблю, целую. Спасибо, что вы провели это время со мной. И обязательно встретимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok